Я не знал, что туризм это равно алкоголь. Как его во всем мире развивают? А кто-то другой сейчас спросит, а как вы будете развивать, если наркотики запрещены? Прокомментируйте лживые мнения муфтията в России про дозволение воевать. Ну, российские чалмоносцы, как их справедливо прозвали, а что вы от них ожидали? Что они могут сделать? Знаете, вот здесь вот гораздо более достойнее себя повели раввины, иудейские раввины, которые свалили из России. И откровенно сейчас, я читал интервью вот этого московского раввина, он откровенно говорит, что сидя в Москве, я должен был бы это поддержать. То есть, им даже отмолчаться там бы не дали, он должен был бы это поддержать. Чтобы это не сделать, человек взял и уехал. Вот это тот момент, когда у этих чалмоносцев нет даже вот той совести, которая оказалась у их, так скажем, коллеги. Я не знаю, можно его назвать, их коллегой. У них не оказалось вот этой совести, чтобы сделать то же самое. Хотя бы свалили бы из страны. Не можете свалить, ушли бы со своей занимаемой должности по состоянию здоровья или что-то там придумали бы. Но не поддерживали. Это ведь то, что они делают, это не просто призыв к войне. Это отличается от всех деятельностей пропагандистов, всяких там зэд-патриотов. От Соловьев, который, допустим, оправдывает войну и призывает к войне. Это даже не оправдание, это призывы к войне. Всякие зэд-патриоты, которые призывают к войне. Всякие звезды, которые оправдывают войну. И вот эти чалмоносцы, это совершенно разные люди и разный уровень того, что они делают. Эти, вот эти вот, вся вот эта группа людей, они не как-то логически, там как-то из соображений патриотизма какого-то, там империализма, нацизма, фашизма. Как угодно, да, они это могут оправдать или к этому призывать. А эти это делают с точки зрения религии. То есть они не говорят нам, мы поддерживаем эту войну, мы оправдываем эту войну. Они это не говорят. Они говорят, религия ислам это поддерживает. Религия ислам это оправдывает. Вот так они говорят, понимаете? Это вообще другой как бы уровень. Поэтому то, что они делают, это великое преступление. И они должны за это быть наказаны гораздо больше, чем Соловьев, Киселев или какие-то зет-патриоты, военные корреспонденты. Гораздо больше. Это гораздо хуже, чем пропагандисты. Они возвели ложную религию Аллаха. И они за это, если даже в этом мире их не постигнет, за это возмездие, они ответят за это в судный день, иншаллах. И их воздаяние, которое они за это получат, оно будет очень великим. Почему муллы виноваты больше других? Это не первая война, не вторая, не третья. Было сотни войн, в которых мусульмане, христиане и хз кто еще воевали миллионами с обоих сторон. В этот раз что нового? А в чем довод, я не понял. Почему муллы виноваты, я же объяснил, потому что муллы, смотрите, муллы виноваты не в том, что война идет, не в этом. Муллы виноваты в том, что они оправдывают это с точки зрения религии. Вот в чем они виноваты. То есть они возводят ложь на религию Аллаха. Вот в чем они виноваты, вот эти вот российские чалмоносцы. То, что были войны, я вообще не понял, в чем здесь довод, в чем аргумент. Это может быть необязательно связано с войной. Вы поймите, что для мусульманина, если этот мулла выйдет и скажет, что дозволено, допустим, пить алкоголь, или скажет, что дозволено там, скажем, воровать, или скажет, что дозволено воевать в рядах российской армии. Для меня он дозволяет то, что запретил Господь миру. Понимаете? Он возводит ложь на религию Аллаха. То есть это, вы должны понять, я их обвиняю не в плане развязывания войны, а в том, что они возводят ложь на религию Аллаха. Почему среди чеченцев так много предателей? Почему в других регионах нет столько предателей? Есть, но мало. Это вопрос странный, но требующий ответа. Никак не хочу упрекнуть чеченцев, мои братья. Дорогой наш брат Илон Маск 2, я не знаю, где ты взял такую статистику, социологию, что в Чечне больше предателей. Мне не хотелось бы тебя огорчать, конечно, но у нас другие оценки этого, и наши оценки, наверное, будут более объективными. Но на самом деле, мало чем наши регионы друг от друга отличаются. По количеству штата МВД, по количеству штата Росгвардии, в зависимости от населения наших республик или любых даже других регионов России, в целом эта цифра по своему процентному соотношению к населению людей, она будет примерно одинаковой. Так что нет никакого лидерства здесь. Вот в чем у нас есть лидерство у Чечни, так это по концентрации российских военных баз и российских военнослужащих на территории республик. Ни в одной другой республике нет такого количества, такой концентрации российских войск. Вот этим, наверное, Чечня действительно отличается. И объяснить это тоже несложно. Это регион, это народ, который на протяжении долгих-долгих лет и веков постоянно восставал. Поэтому этот народ нужно держать под особым наблюдением, под постоянным колпаком, под постоянными репрессиями. Поэтому здесь, да, больше, конечно, российских войск. Тунсов, а как вы в Чечении будете развивать туризм, если по нормам ислама алкоголь запрещен? Я не знал, что туризм это равно алкоголь. Как его во всем мире развивают? А кто-то другой сейчас спросит, а как вы будете развивать, если наркотики запрещены? Слушай, ну туризм это туризм. Алкоголь, наркомания, это совершенно другие вещи. К нам не надо ехать, чтобы бухать. Не надо ехать, чтобы употреблять наркотики. К нам надо ехать, чтобы посмотреть достопримечательности, природу, отдохнуть, познакомиться с нашей культурой, традициями, с нашим народом. Просто расширить свой кругозор. Для этого к нам надо ехать. Кто-то хочет бухать, для них есть полно мест в этом мире, где можно это сделать без каких-либо проблем. Субтитры создавал DimaTorzok